здравствуйте уважаемые подписчики и гости нашего канала гость сегодняшнего нашего видеоролика это анториум юта растения взрослые требует пересадки и омоложения но прежде давайте обратим внимание на листовые пластины растения судя по ним можно сказать что растение испытывала нехватку как питательных веществ так и влаги отсюда и дефекты вмятины выпуклости и скрученность листовых пластин в целом растение выглядит неплохо но давайте обратим также ваше внимание на ствол как видите здесь уже становится понятно что растение требует омолаживания давайте сначала обрежем ствол обратите внимание здесь у нас маленькая деточка растет поэтому мы сделаем обрезку выше нее то есть оставив ее верхней части и обрезов вот примерно здесь при посадке это детка уйдет в грунт и и есть вероятность что она просто не выживет оставив же ее на пеньке у нее есть шанс на выживание и так пробуем обрезать вы уже извините я здесь буду вертеть так как не будет удобно потому что ствол очень толстый и резать довольно таки проблемная всегда сетую на то что у меня нет секатора но в этом случае я так думаю что он был бы бессилен опа все обрезали вот это наша верхушка какой отличный корешок но с ней мы разберемся гораздо позже а сейчас давайте пока обратим внимание на грунт и на сама сам пенек вытаскиваем его из горшка со слов хозяйки это растение после покупки сразу было ей пересажена методом перевалки то есть тот в грунт которым она росла был сохранен и ушел вглубь этого горшка свободное пространство она подсыпала и сверху она подсыпала вторым составом давайте вытащим и посмотрим что у нас здесь происходит всегда такой волнительный процесс корни неплохие у растения давайте вот так еще повернем посмотрим эти какой хороший корешок ну как вы видите как хозяйка я говорила внутри у нас грунт как скажем не известного состава то есть она сама не знает а мы сейчас попробуем разобраться но присутствие перлита здесь явно заметно сейчас мы освободим корни от лишнего грунта и покажем вам что у нас получилось грунт с корней я убрала среди какая копна получилась огромная корни неплохие здесь только внутри чуть-чуть подгнившие есть участки а так целом неплохо но конечно такую громадную копну мы садить не будем мы обрежем пока убирала грунт нашла вот еще одну маленькую детку и того у нас их уже двое-две и так вот где-то примерно здесь мы обрежем нижнюю часть пробую обрезали и здесь вот эти лишние все корни мы по обрезаем оставим один только корешок это наверно будет вот этот симпатичный остальное все обрезаем они растению не нужны работать они уже не будут и в дальнейшем при посадке поломаются повредятся и приведут к загниванию корневой системы корни такие богатые конечно так аккуратно осталось нужная нам часть все лишь не убрали остался вот такой пенек с двумя детками внизу верху и вот с таким корешком сейчас мы его почистим и подготовим к посадке а пока займемся верхушкой давайте рассмотрим ствол на нем у нас несколько стволовых деток вот одна детка здесь 2 вот она и внизу там еще одна третья растение часто пускает стволовых деток и если вы это заметили и их довольно таки много то лучше сразу углубить растение сделать так чтобы эти детки ушли в грунт тогда они пустят корни и вам можно будет спокойно их отделить вы уже получите самостоятельные здоровые растения оставлять их на стволе нежелательно вот смотрите здесь вот одна вот вторая то есть если мы не будем трогать растения со временем вот эти малыши превратятся вот в такие же большие детки момент углубления был упущен ну и мы получили то что получили поэтому теперь будем стараться исправить это положение отделяем сначала нижнюю детку стараясь так чтобы вот эти воздушные корни остались у нас на самой деточки здесь из положу растения потому что если с нами очень удобно это делать на весу отделили одна готова вот здесь у нас воздушные корешки есть ее пока откладываем далее смотрим какой стороны лучше подойти хотелось бы чтобы листики еще не повредить давайте вот начнем с этой детки аккуратненько обрезаем еще одна у нас готова вытащить что у нас получилось воздушные корешки тоже есть откладываем и еще у нас здесь была одна вот довольно таки большая тоже обрезаем очень удобно хочется чтобы и вам было видно готова вот еще одна вот воздушные корешки неплохо выглядит далее смотрим что у нас осталось у нас остался ствол все его поверну с другой стороны его и вот те маленькие детки о которых я вам говорила мы хотим этот ствол конечно можно его вот так посадить но мы хотим его все-таки обрезать вот этот воздушный корень большой должен идти верхней части ствола попытаемся наверное вот сделать разрез вот здесь верхняя детку идет верхнюю часть нижняя нижняя буду пробовать обрезать как с этой стороны подлезть сюда даже и не знаешь проблемно очень толстый тугой ствол так дальше не следует потому что я могу обрезать сама детку это у нас нижняя часть ствола и верхняя часть ствола детка наверху воздушный корешок воздушный и здесь еще один воздушный сейчас мы уберем чешуйки вот эти очистим все и покажем что у нас получилось растение от посадки готовы одна маленькая ветка с воздушными корнями здесь есть вот еще воздушный корешок и здесь маленькие вторая здесь поменьше конечно корешки сейчас вот так вот этим большой не здесь еще сбоку один маленький и снизу наверно вам не видно но цветущие это уже побольше и корни здесь побольше один посмотрите какой богатый воздушный корешок и здесь еще неплохое самая большая здесь у нас получается совсем интересный образец смотрите какой большой воздушный корень который мы с вами пытались аккуратно обрезать один воздушный второй здесь вот боковая детка идет еще одна детка попробую перевернуть показать вам ту сторону и здесь у нас вы смотрите какой красивый будет и здесь вот в таком виде если ее посадить со временем получится очень большой и пышный кустик так как отсюда у нас поладу пойдет молодая поросли будет все очень даже неплохо отличный куст аккуратно положить весь стол завален у меня а это стволик тоже этот побег который мы с вами пытались сохранить далее смотрим вот корешок здесь и здесь опять же деточка будет здесь мало маленькие корешки здесь небольшие здесь он зачаточном состоянии так скажем мы попав в грунт он быстро пойдет в рост мы посадим углубив его вот этот срез то есть получится тоже неплохая леночка и корешок пенек и вот корень 1 который мы также пытались сохранить сохранить воздушные корни из этого пенька получится отличное пышное растение сейчас мы все это посадим в грунт срезы и обработываем раствором фитоспорина и покажем вам что у нас получилось большой старый куст антуриум и юта разделили в результате у нас две маленькие детки одна большая еще одна средненькая такая деточка и и кусок ствола неплохо выглядит ну и конечно же гвоздь программы как обычно это пенек красавчик пищевая пленка сверху напомню дверь отверстие для вентиляции воздуха все отлично будет расти цветы с этих деленок мы обрежем потому что у прости как таковые они не имеют полноценной корневой системы и вытянуть им еще и цветы будет довольно таки сложно и поэтому безжалостно сказать обрезаем готова коллекция пополнил букетик у нас это еще помните мы омолаживали разделяли куст фламинго браун вот до сих пор его листы стоят ты все красиво здесь еще и добавилась юта а впереди у нас еще амали элеганс и мистик что подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии всего вам доброго